Допустим, мы с вами интуитивные трейдеры. Как нам спрогнозировать наши будущие результаты примерно? Можем их оценить количественно? Можем. Как? Ну, поставить себе план на практике. Заработать за месяц перед этим аппроксимировано. Да. Единственный момент возникает в том, что Нужно выписать волк сред жерналов на следующую неделю. Да. Но, тем не менее. Что у нас происходит? Мы, как интуитивные трейдеры, должны вести анализ этих сделок в пункте номер 6 по одной простой причине, что мы должны для себя выводить некие пункты, мы завтра о них будем говорить, когда будем обсуждать системную торговлю, которые, вот эти пункты, параметры нашей торговли будут говорить больше, чем все остальное мы можем сказать языком. То есть, допустим, человек, любой человек на бирже, он зарабатывает. У него есть как прибыльные сделки, которые составляют какую-то прибыль, так и убыточные сделки, которые составляют какую-то убыточную. Соответственно, если прибыль прибыльных сделок больше, чем убыточных, то вы в плюсе. Это всем понятно, да? Или процент прибыли сделок больше процента убыточных. И вы при этом в плюсе. Не факт. Не, а не факт. Не факт. Но тем не менее. Значит, что у нас получается? Смотрите. Вот завтра мы это более итальянно разберем, так просто, чтобы понимать, о чем мы говорим. Такой параметры, как профит-фактор или фактор прибыли. Нужно разобрать, что это такое? Нужно разобрать, что это. Профит-фактор или фактор прибыли. Вот как раз представьте, вы торгуете, неважно, интуитивно, по системе. За месяц вы заработали, ну, например, 150 тысяч рублей. 150. Но у вас были также убыточные сделки и убыточных сделок у вас, а мне даже не важно сколько, убыток в них составляет 120 тысяч рублей. Ваш итоговый результат какой? 30 тысяч. Вот то, что у вас в итоге 30 тысяч, это мало о чем говорить вообще. То есть вы приходите, например, к инвестору показываете, вот смотри, 30 тысяч заработал, но инвестор вроде нормальный. А что на самом деле? На самом деле можно посчитать показатель, взять отношение прибыльных сделок, 150, ну, вернее, прибыль, которая заработала, вы заработали вот этот плюс, разделить вот на этот минус. Какое у нас получится значение? Какое у нас получится значение, если мы это сделаем? Ну, примерно. 1,3. 5,4. 20%. 1,3. То есть ваша торговля выведет таким образом, что у вас отношение всей прибыли, которую вы заработали, к убытку, который у вас был, 1,3. Так вот, рекомендуемое значение, скажем так, для получения достаточно стабильных результатов в долгосрочной перспективе, это хотя бы полтора, хотя бы полтора, лучше два. То есть, вообще говоря, ориентируемся от двоечки. То есть торговля, которую вы ведете, в принципе, по прибыли должна зарабатывать, вот то, что вы делаете, вы должны зарабатывать, вот здесь, допустим, 150, а вот здесь минус 75. Да, вот. Минус 75. Тогда... В самочной наилитии в долгосрочной. То есть это, ну, как минимум, 1,2, да? Вот здесь у вас, например, минус 75. Что получается? Вы принципиально зарабатываете больше, чем теряете. И не на маленькую дельту, 30, ну, нам в случае, 40. А в принципе, да, она достаточно серьезная. То есть, если у вас пойдет, ну, какой-то отрицательный период убыточный, да? У вас есть динамика, возможность динамики. То есть, у вас пошли убыточные сделки, у вас здесь пусть 150, там, а здесь у вас минус 100, минус 120. Но у вас профит-фактор уменьшается, да? Но в целом, вам есть куда двигаться. Если немножко он упадет, то есть, вы потеряете соточку, у вас все равно плюс 50 будет. Если вы не 75 потеряете, а только 60, у вас будет больше профит-фактора и прибыли больше. Вот этот показатель, профит-фактор, или фактор прибыли, он в данном случае скажет все за вас. Вот если, например, вы будете стремиться быть управляющим, то разговор о том, какой вы крутой, ноль, если нет профит-фактора. Звум слова. То есть, вот эта цифра будет говорить сама за себя. Поэтому мы такое большое внимание уделяем именно дневнику сделок. Потому что, если вы системный трейдер, то все это считается автоматически. Все вот эти профит-факторы и все остальное. Если вы интуитивный трейдер, вы вот этот профит-фактор должны считать самостоятельно. В принципе. То есть, вы ведете дневник, у вас прошло 10 сделок. Вы посмотрели. Заработал столько, потерял столько. Разделили прибыль полученную на убыток полученный. Получили профит-фактор. И вы знаете, например, что ваш профит-фактор в моменте составляет 1,8. Значит, вы что делаете? Радуетесь. Ну, по крайней мере, вы не напрягаетесь. Потому что вы пока находитесь в статистически правильной, то есть, статистика на вашей стороне. Вы в правильной зоне. находитесь. Если же вы торгуете на грани, что у вас прибыль 10 тысяч рублей в месяц, при этом вы, представьте, зарабатываете 500 тысяч, теряете 490. У вас вроде бы плюс в итоге, но такой разброс будет со временем давить на вас. Поэтому это архиважно. Когда вы этот дневник сделок ведете и наполняете его вот этим содержимым, то есть, фактически, еще раз повторю, что вот эти 6 пунктов, которые мы с вами назвали, они заполняются потом такой критической массой. Вот, дневники сделок, например, это вот один из критериев, это профит-фактор. Мы дальше будем завтра говорить, еще будет фактор восстановления, будет также средняя прибыль, прибыльные сделки, то есть, вот такие все вещи, которые вместо вас говорят о качестве вашей торговли. Более того, можно что сказать, что, ну, по сути, биржевая торговля это сухая, тупая математика. То есть, так. То есть, здесь не нужно ничего хитрого придумывать, здесь все можно описать математически и если у вас профит-фактор 2, фактор восстановления 2,5-3, то в долгосрочной перспективе двигайтесь в плюс. Мы завтра об этом будем с вами поговорить.